В эфире телекомпании Город. Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Пытался остаться культурным, в итоге попал под статью. Деликатная ситуация привела пьяного рязанца в чужую квартиру. Восемь лет – много для пяти преступлений. Уроженец Узбекистана и его защитник обжалуют приговор суда. Ни отлочек, ни сообщников, хозяева квартир сами способствовали преступлениям. Существует поговорка, что история человека началась не тогда, когда он впервые взял в руки палку, а когда им был построен первый туалет. Все проблемы действительно меркнут, если, находясь в общественном месте, осознаешь, что через несколько минут, возможно, придется забыть о воспитании и манерах. А что делать, когда выпитая жидкость просится наружу, а сделать это культурно возможности нет? 14 февраля подвыпивший рязанец, как мог, до последнего пытался не растерять остатки воспитания. И вместо того, чтобы справить естественную нужду за ближайшим углом, нашел цивилизованный способ. Но все равно нарвался на неприятности с законом. Мужчина решил попросить об услуге воспользоваться туалетом местную жительницу. Но времени разъяснять все тонкости деликатной ситуации, сами понимаете, не было. Он сначала начал стучаться в квартиру. То есть она подошла в коридор квартиры, посмотреть, кто стучится. В этот момент она поняла, что дверь на ключ не закрыта, а просто была прихлопнута. Она увидела, как он входит в квартиру и бегом забегает в туалет. Хозяйка квартиры жива и здорова, все вещи на месте, но факт остается фактом. В чужое жилище мужчина проник без приглашения. Да еще и громко заявил о своих намерениях с помощью ненормативной лексики. Нетерпеливому гостю грозит штраф до 40 тысяч рублей. Но согласитесь, чисто по-человечески можно войти в положение всех участников этой истории. Нет у нас в городе достаточного количества общественных туалетов. В кафе, если вы не собираетесь делать заказ, таких просьб не любят. В синей кабинке, если таковые вообще есть и на них не висит амбарный замок, страшно и неприятно заходить. Благо сейчас много торговых центров, но после 10 и 11 вечера они тоже закрыты. Эту тему с душком уже не раз поднимали и общественники, и депутаты. Но увеличивается, к сожалению, только количество зловонных подъездов. А ведь если разобраться, нет человека, которого проблема отсутствия общественных туалетов хотя бы раз не коснулась. Еще в октябре прошлого года было завершено расследование уголовного дела по обвинению уроженца республики Узбекистан. Мужчину обвиняли в совершении разбойных нападений, грабежей и изнасиловании двух жительниц города Рязани. В феврале за все эти преступления суд назначил в общей сложности 8 лет лишения свободы. Но обвиняемый и его защитник с меры наказания не согласны и сейчас обжалуют приговор. Гражданин Узбекистана, как я уже сказал, приехал в город Рязань в конце 2013 года, мигрант. Работал здесь неофициально в одном из торговых центров города Рязани, разнорабочем. Ну и как всегда это бывает в связи с тяжелым материальным положением, с недостатком денег, совершил преступление. Недостаток чего именно толкнул мужчину на изнасилование неизвестно. На родине в Узбекистане у него есть жена и малолетний ребенок. Злоумышленник даже не менял схему. Он знакомился с девушками в кафе, затем приглашал переместиться в другое подобное заведение, подвозил своих жертв до парка в микрорайоне Приокский и там совершал преступления, в которых он сам, правда, до сих пор не признается, но доказательства не в его пользу. В отношении одной девушки он говорит, что ничего не было ни изнасилования, ни иных действий сексуального характера, никакого имущества я не похищал. В отношении второй потерпевшей он признает, что да, действительно половая акта имела место, но он был по доброму согласию. Но имущество я никакого, якобы, не похищал. На самом деле в этой ситуации о благоразумии хочется напомнить именно девушкам. К принцам, особенно приезжим, стоит присматриваться получше, прежде чем садиться в их машины, чтобы потом не объяснять себе и другим, кто на что рассчитывал и какие намеки делал. К другим темам. В Рязани на улице Щерца автомобиль насмерть сбил пешехода. Даже на оперативной съемке с использованием дополнительного света не сразу разберешь, кто откуда ехал и что произошло в итоге. Перекресток улиц Черновицка и Щерца давно на особым контроле, но стационарное освещение там до сих пор так и не появилось. По факту установки искусственного освещения, госавтоинспекция обращалась и к владельцу дороги, и в органы прокуратуры. Также вынесено положительное судебное решение, однако освещения до сих пор нет. Погибшему Рязанцу 25 лет, водителю автомобиля 23. По данным ведомства, ВАЗ ехал со стороны окружной дороги в направлении улицы Гоголя. В кромешной тьме водитель не разглядел силуэт в темной одежде. К тому же пешеход почему-то шел посередине проезжей части, навстречу движению автомобилей. Молодой человек скончался на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи. Огнестрельное охотничье оружие – предмет повышенной опасности, особенно в руках человека неумелого, не в меру азартного и увлекающегося на охоте дружбы с зеленым змеем. В народной мудрости о том, что раз в год стреляет и палка, сосредоточен горький опыт не одного поколения охотников. Взять хотя бы недавний случай в Спасском районе, когда группа мужчин так увлеклась процессом, что не сразу заметила уменьшение своей кампании. Кампания охотников на открытии охоты отдыхали, отмечали, выпивали, после чего все разошлись спать. Погибший на тот момент остался в охотничьей беседке продолжать употреблять спиртное вместе с ранее неизвестным, незнакомым ему молодым человеком. Только через несколько часов, когда охотники проснулись и пришли в себя, они увидели труп своего друга. Мужчина погиб сразу от огнестрельного ранения в живот. По словам обвиняемого, он забыл поставить ружье на предохранитель, случайно поскользнулся и тут прогремел выстрел. На самом деле такие случаи в криминальной практике не редкость, но, как и горькие последствия рыбалки на льду, они ничему не учат. Брутальные мужчины считают чуть ли не оскорблением советы и поучения, а к одному из них стоило бы прислушаться. Спиртное и оружие – вещи несовместимые. Помощь другу обернулась трагедией. В преддверии весны, когда многим хочется перемен, рязанские следователи решили напомнить о важности соблюдения мер безопасности. Как раз для утверждения обвинительного заключения передано прокурору уголовное дело по факту гибели мужчины. ЧП произошло еще в июле прошлого года в селе Поляны. Местный житель решил переставить металлические контейнеры. Договорился с приятелем, тот сел за руль автокрана на базе автомобиля «КамАЗ». Друзья разложили опоры и стрелу, зацепили груз, но не сочли нужным сделать главное – отключить линию электропередач и согласовать свои действия должным образом. В тот момент, когда кран зацепил провода, погибший руками придерживал контейнер. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусматривая часть первой статьи 109, то есть причинение смерти по неосторожности. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Не будем забывать и о моральной стороне. Одного уже не вернешь, другому придется до конца дней жить с этим фактом. А главное – оба прекрасно понимали, на что шли. Вот, честное слово, не жалко людей, которые сами провоцируют хулиганов на преступления. Чего не воспользоваться, если само идет в руки. На днях в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая сообщила, что из ее квартиры незаметно пропала сумка с деньгами и банковскими картами. При том, что гостей и странных посетителей она в дом не приглашала. Но это вовсе не значит, что их не было. Соседи, пострадавшие, оказались более внимательными и заметили, что в тот день к девушке все-таки заходила незнакомка с характерной внешностью. При проведении оперативно-ростных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер один была задержана уроженка города Орла, которая на территории советского района города Рязани совершила ряд квартирных краж. 27-летняя дама работала одна, без отмойчика сообщников. Дополнительные средства и не требовались. Хозяева сами не заботились о безопасности и сохранности своих вещей. Если незваную гостю заставали в прихожей, та скромно извинялась и говорила, что просто ошиблась дверью. Два раза украла. Что украла? Кошелек, сумку взяла. А откуда взяла? По городу Рязани. Улица не знаю, как называется. Ну ты прямо из квартиры взяла? Да, из квартиры. Ну заходила? Да. Понятно. А как заходила? Ну просто открыла дверь, дверь открыта была. Смотрю, лежит, взяла и ушла. Это на заметку доверчивым горожанам, которые до последнего думают, что никогда не попадут в криминальные сводки. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Но в действительности начало наложения наказаний в русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой и ложный донос приписывается 10-15 векам. Особенно суровые меры применялись к ворам, каждый мог убить вора, застав его на месте преступления. Судебники 1497 и 1550 годов явились одними из первых законодательных актов. И гуманности на их страницах нет и в помине. Например, систему штрафов заменили на смертную казнь. Сегодня все по-другому, но суть вот в чем. Важно помнить ошибки предшественников и не допускать новых. Для этого в помощь действующим сотрудникам УИС созданы многочисленные советы ветеранов. Совет ветеранов у нас создан в каждом подразделении, помимо областного, который функционирует здесь у нас при управлении. Эта встреча была организована специально для нас, но она мало чем отличается от любой другой. За годы своей службы они так привыкли держать осанку и рапортовать о проделанной работе, что готовы вспомнить каждое значимое событие в своей жизни, начиная со времен обучения. Виктор Павлович Стрелков посвятил оперативный режим на работе всю свою жизнь, наводил порядок, как любят выражаться ветераны. Но молодым специалистам не завидуют. Преступный мир становится сложнее. Очень с большими строками, очень сложный спецконтингент идет, очень много хищников крупных, наркоманов, убийств. Его соратник Александр Васильевич Жирухин, получив предложение по работе в Совете ветеранов, согласился не сразу. Он уходил на пенсию в сложные годы, 15 лет назад. Когда-то был главным энергетиком управления, теперь секретарь региональной ветеранской организации. В наше время просто, может быть, сложнее было в чем? В том, что работало производство, был план. У нас помимо молодых ветеранов, которые ушли в настоящее время на пенсию, есть еще ветераны, которые служили еще в 70-х годах, в 80-х. Поэтому взаимодействие у нас с ними происходит ежедневное. Ветераны, которые сейчас уже на пенсии, они уже наступали на грабли. А сейчас они не дают возможности молодым специалистам повторить свои ошибки. Николай Григорьевич Хориков сегодня у руля Совета ветеранов. Тоже свои погоны носил с честью. Теперь разрабатывает и применяет новую концепцию работы с действующими сотрудниками. Это активизировать работу в подразделениях, это наставничество. Не только там, так сказать, по осужденным, но и по молодым офицерам. Это участие во всех мероприятиях, которые проходят не только в управлении, но и в колониях в каждой. Да и вообще учреждение, исправленное учреждение простого и несложного ничего нет. Очень сложная работа, очень ответственная, очень внимательная. Николай Андреевич Заводов навстречу пришел не с пустыми руками. В одной папке и жизнь, и увлечение, и былые страхи. Он был начальником милиции Скопинского гора ВД, имел в оперативном подчинении 4 справительно-трудовых учреждения. Район был тот еще, но все это меркло в сравнении с Афганистаном. Не кошмарит, как тогда, после, что представлялись сны такие, что я в кишлаке и без оружия, самый кошмарный сон, поскольку попадать к душманам, это ни в коем случае нельзя было советникам. 2 800 над уровнем моря, в июне минус 5 ночью, плюс 40 днем. Есть о чем вспомнить. Климат афганский – это не подарок. Там, где я был в провинции, Гур или Гор в переводе, они говорили «или могила». Я как только узнал, что меня направляют в Афганистан советником при командовании Царандоем, во-первых, я стал и имел такую возможность стрелять из автомата, из пистолета. И был я подготовлен, я являюсь трижды кандидат в мастера спорта СССР по боксу, самбо и дзюдо. Николай Андреевич из тех, кто и на пенсии не теряет активности. Недавно я играл с трехкратным чемпионом мира Карповым, 9 февраля сыграл ничью с ним в сеансе одновременной игры ВК-3. В ВК-3 я сам проводил сеансы одновременной игры в шахматах, очень остались довольны. И когда я приехал с Карповым, мне радостно было, что меня так же тепло встречали заключенные. А в июне под его руководством команда офицеров завоевала первое место в Спартакеаде. Вот вам и ветераны. Не киснут, надо заниматься по своим интересам. Если ты склонен к садоводчеству, занимайся этим, прививкой деревьев. Если ты во что-то играешь, если такие возможности, то, так сказать, и сам получай удовольствие, и старайся других научить, и передавать свой опыт. Самое время писать мемуары, стихи и пособия. А если серьезно, то на службе бывают моменты, когда советов спрашивать некогда и не у кого. Так что любая встреча с ветеранами УИЗ – еще одна шпаргалка на будущее. Не забывайте брать на карандаш наши советы, и тогда негативного опыта будет гораздо меньше. На сегодня все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин